Игорь, первый уездной матч будет в серии из трех матчей. Насколько будет легко играть с Атлантом, который пять матчей проиграл и лишился сегодня главного тренера? Восемь проиграл, нет? Пять подряд. Не знаю, тренеры уволили, ставку отправили, тяжеловато им тоже сейчас, в психологическом плане. Команда, грубо говоря, без тренера сейчас. Не знаю, посмотрим. Я думаю, что в любом случае будет нелегко играть. В прошлом году в плей-офф зрители встречали СК не очень по-доброму. Как думаешь, отношение поменяется или нет? Стоит ожидать, что тоже будут какие-то… Все то же самое будет. Почему я должен поменяться-то? Так же все и будет. Жардиев – это один-единственный лидер в команде или против кого еще будет тяжело играть? Ну да, Коля. Коль, наверное, у них лидер такой ярко выраженный. В защите Озарин, так я больше выделить там особо никого не могу. Из нападения даже. Не знаю. А вот этот перелет сегодня, в общем-то, такой полдня в дороге. Все было. Насколько это отразится на организме? Да нормально сейчас отдохнем, выспимся и нормально дома с собой. А оптимальный очковый результат с выезда какой будет? Ну, я думаю, мы по максимуму будем стараться, а там уже как бог даст. Можно говорить, что команда Оскана, в общем-то, фаворит, потому что по всем статистическим показателям Атланта во многом уступает. То есть вы везде превосходите, во всех показателях. Атланта? Да. Не знаю, игра покажет здесь. Слабых соперников нет. То есть любая команда может выиграть. Так что посмотрим завтра. Продолжение следует...